Девчонки Добрый вечер. Здравствуйте, я Дмитрий Гордон. Это моя авторская программа «В гостях у Дмитрия Гордона». И сегодня в гостях у Дмитрия Гордона лучший журналист страны, телеведущий, политик, мой замечательный друг. Встречайте, Дмитрий Гордон. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Присаживайтесь. Прекрасно выглядите. Спасибо, Дмитрий, взаимно. Дмитрий, я вам говорил, что вы прекрасно выглядите? Да. Ну, лишний еще один раз не будет. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Вы меня простите, я параллельно готовлюсь к интервью, заглядываю в свои тексты. Не отвлекаю вас, нормально? Нет, нет, я тоже отвлекаюсь и заглядываю в ваши тексты. Дмитрий. Да. Я вам говорил, что вы прекрасно выглядите. Да уже два раза. Ну, где два, там и три. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Дмитрий. Вы хотите сказать, что я прекрасно выгляжу? Нет. А что же? Обманул. Вы прекрасно выглядите, Дмитрий. Благодарю вас. Да. Как сказал Конфуций, сунь пинь фань кончунь унь си. Что в переводе с китайского означает то, что я сказал, когда-то повторит Гордон. Дмитрий, можно я задам вам пару вопросов, а то просто я уже час никого не интервьюировал. Давайте лучше я вам, Дмитрий. Да, пожалуйста, Дмитрий, я не могу вам отказать. Скажите, ведь не зря говорят, что вы очень состоятельный человек. Кто говорит? Я говорю. Вот у вас в Киеве 16 квартир. Зачем нам столько? Давайте одну продадим, а деньги поделим. Я боюсь, что у нас не получится. У нас есть слабость. Дело в том, что когда я только слышу, что какая-то квартира продается, я тут же ее покупаю. А я сам пытался продать. И тут же сам у себя их покупал. Скажите, Дмитрий, вам никогда не приходилось брать интервью у Евгения Кашевого? Приходилось. Хотя, правильнее будет сказать, пришлось. Евгений стал гостем моей программы после того, как я совершенно случайно ответил на его звонок. Хорошо. И как вам интервью с Евгением? Выяснилось, что Евгений очень интересный человек, который умеет не только говорить, но и перебивать. Так вот, Евгений... Да, спасибо, Дмитрий, да. Знаете, что Евгений Кашевой лучший друг Владимира Зеленского? Я вас умоляю, после 31 марта каждый второй будет лучшим другом Владимира Зеленского. Да и кроме того, что Владимир замечательный человек, вот такой. Вот где-то вот такой. Где-то вот такой, да. Ну что я все о Владимире. Давайте поговорим о Евгении Кашевом. Вам не кажется, что Кашевой — это человек с мощным интеллектом? Знаете, я, конечно, иногда привираю в своих выступлениях, но не настолько же. Говоря о Кашевом, хочу сказать вам, разговаривать научился, и слава Богу. А еще оказалось, что вы, видимо, источаете комплименты в своих передачах своим гостям, но, видимо, все их вы сегодня потравили на смешко, да? Видимо, так. Да, и еще оказалось, что Евгений родился в глубинке Харьковской области. Он очень интересный, разносторонний и интеллектуально подкованный человек по меркам глубинки Харьковской области. Несомненно, его даже можно назвать эрудитом, если бы он знал значение этого слова. Дмитрий, скажите, могу ли я задать вам пару вопросов? Да ради бога, Дмитрий, разве могу я вам отказать? Вы можете стоять на голове? Нет. А на одной руке прыгать? Вряд ли. А на носу скакать можете? Давно не пробовал. Вас очень сложно поставить в неловкое положение. Дамы и господа, в гостях у Дмитрия Гордона, у замечательного Дмитрия Гордона, был гениальнейший Дмитрий Гордон. Спасибо. 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 Спасибо.